По прогнозам специалистов, к 2020 году дорожный травматизм станет основной причиной смертности в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно во всем мире в дорожных авариях погибает более миллиона человек и еще 50 миллионов человек получают травмы и остаются инвалидами. Дорожно-транспортный травматизм является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения и одной из основных причин смертности во всем мире. Особенно это касается детей и молодых людей в возрасте до 29 лет. Во всем мире стартовала акция «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения». Как она проходит в Волгодонске, расскажет Наталья Веденева. Причина остановки вам понятна, Алексей Алексеевич. У нас проводится масштабная акция. Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения официально стартовало не только по всей России, но и в других странных участницах 11 мая этого года. Сегодня инспекторы дорожного движения проверяют автомобили с затонированными стеклами на их светопроницаемость. Светопроницаемость составила 32%. Алексей Алексеевич, знаете, да, что для передних и боковых стекол автомобилей светопроницаемость должна составлять не менее 70%. В соответствии с этим, управляя этим автомобилем, вы нарушаете требования правил дорожного движения. В отношении вас будет составлен административный протокол и вынесен штраф в размере 500 рублей. Инициатива объявить период с 2011 по 2020 год десятилетиям действий была выдвинута российской стороной на первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения. Время действовать еще в ноябре 2009 года. Цель этой масштабной кампании – в разы сократить аварийность на дорогах. На протяжении этих 10 лет страны-участницы этой конференции будут проводить планомерные акции, масштабные мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма, в том числе и детского. За 10 лет мировая общественность надеется сократить количество смертей на дорогах с помощью национальных, региональных и глобальных компаний по безопасности дорожного движения. Основные причины смертности на дорогах не имеют национальности и являются общими для всех стран. Вместо прогнозов – ставка только на факты. Прогнозы не хотелось бы давать, потому что 10 дней мая дали нам жестокую статистику. 7 числа у нас произошло одно страшное ДТП, в котором погиб водитель, пассажир получил тяжелые телесные повреждения. И в ночь с 8 на 9 мая также в городе Волгодонске произошло еще одно страшное ДТП, в котором пострадали 4 человека. Водитель погиб на месте от полученных травм. Второй пассажир на следующий день скончался в больнице. Двое других пассажиров с тяжелейшими травмами находятся в реанимации. Поэтому прогнозировать что-либо мы не можем, мы работаем по факту. Однако отношение к международной акции у некоторых неоднозначное. Особенно у тех, кто уже стал нарушителем сегодняшнего дня и засветился в статистике выписки протоколов на штраф. Хорошая акция. Не буду ничего говорить. Наталья Веденева, Евгений Иванков. Новости ВТВ.